Коллеги, приветствую! С вами Александр и на сегодняшнем обзоре мы детально разберем с вами золото и доллар. Мы найдем с вами хорошие точки входа в рынок по торговым коридорам и найдем условия, как цена себя будет дальше вести. Также хочу вам подметить, что данный обзор у нас был подготовлен на моем YouTube-канале на трансляции в эту субботу. И мы еще дополнительно разобрали серебро, биткоин, эфир. И если вам интересно детально найти точки входа в рынок, в описании под видео вы можете перейти на мою социальную сеть YouTube в разделе трансляции. Вы можете посмотреть данный эфир. А перед началом просмотра обязательно ставьте большие пальцы вверх, подписывайтесь на канал Amarkets. Так как у нас будет и проценные ставки, и уровень инфляции по евро, включая фунт, нужно, конечно, напрямую обсудить сначала доллар и посмотреть, что у нас произошло за предыдущее время. В течение, кстати, коллеги, помимо эфира, еще дополнительные торговые сигналы я предоставляю в открытом телеграм-канале своем. Вы можете в описании под видео перейти и посмотреть, потому что подтверждение наши какие-то технические условия я как-то документирую, если успеваю, дам информацию, что дальше предстоит ждать. И также, например, я в телеграм-канале дал видеообзор по уровню инфляции перед тем, как новость выйдет, что предстоит ждать нам на графике доллара в четверг. Не успел я обработать и красиво его оформить, чтобы на YouTube, соответственно, еще выложить. Но в телеграм-канале успел отправить и посмотреть, что предстоит ждать. Мы на прошлом эфире предусматривали то, что у нас в случае, если цена прорвет уровень 104.50, то есть у нас вот этот момент, то мы предусматривали падение. Там как раз у нас мы в субботу разбирали, были уже пробои, мы их с вами обсудили. Мы обговаривали то, что так как этот пробой произошел, высокая вероятность у нас падения цены, оно остается. У нас вот здесь вот он произошел. Я еще дополнительно предусматривал, что в случае, если рынок у нас все-таки прорвет у нас здесь минимумы, то есть вот у нас тень, которая была в пятницу, 5 июля на новом фарме. То есть мы учитывали то, что рынок еще будет сигналом, то что рынок готов дальше у нас падать. То есть это 104.389. В тот момент, смотрите, у нас сформировалось вот такое вот тело свечи, доджи. То есть как раз это та свеча, которую не рекомендуется использовать и для ее как подтверждение, то что рынок это сигнализирует дальнейшее на падение цены. Обновился минимум, это было хорошо. И после этого у нас были условия на рост. Они у нас все отработались. Мы так и планировали до 104.74 варианты на рост проработать. Они у нас проработались коррекционные после падения. Далее, соответствующие, мы предусматривали то, что в долгой сроке цена у нас дойдет до отметки 103.760. Так и произошло. Мощным движением после уровня инфляции у нас цена полностью проработала этот коридор. И важно теперь отметить, смотрите, мы предусматривали вот этот вот нисходящий тренд красный, который мы сейчас вот видим. И обратите внимание, мы учитывали вот эту линию поддержку, потому что когда-то у нас в июне 2024 года. И, сейчас вам скажу, 18-19 июня цена у нас отскакивала от него. И смотрите, как цена четко у нас доходила до линии поддержки, от него отскакивала. И сейчас цена у нас остановилась прямо на нем. Это говорит то, что это истинный угол наклона, который используют игроки. И в последующем он нам пригодится. Как минимум, когда цена у нас будет расти, мы будем знать, что цена достигнув линии сопротивления обратной стороны, то что рынок у нас может от него развернуться. Это уже у нас полезная информация, у нас уже есть. Далее, если кто не помнит, почему мы взяли именно вот этот коридор, мы рассматривали его еще в июне, мы рассматривали его. И брали за основу то, что рынок когда-то в прошлом, вот в мае 2024 года пробивал его, здесь он корректировался, и мы ждали то, что рынок у нас повторит эту историю. Это один из примеров хорошей закономерности, которую мы разбираем на эфире. То, что мы берем на основе истории, то, что происходило раньше, ту же самую траекторию, например, сверху вниз, как рынок себя вел при пробитии ценовых уровней. И где он останавливался, где корректировался. Вот мы видим, как это у нас отлично подтверждается. Вот, также мы учитывали при прорыве уровня 103.760, то есть когда у нас вот в прошлом это произошло, цена достигнет у нас следующего уровня 103.383. Мы видим то, что это у нас успешно тоже реализовалось, это уже было движение в пятницу у нас и перед закрытием сессии. Вот, и соответственно, мы учитываем то, что у нас дополнительно цена подошла вот к этому линии поддержки зелененькой. Смотрите, сейчас мы на нее сфокусируемся. Вот, это у нас на недельном графике наш восходящий тренд нашего индекса доллара. Мы видим то, что цена у нас четко дошла до него. Вот, и это, конечно же, у нас сигнал, то, что цена у нас как минимум в понедельник, я считаю, то, что коррекцию стоит ждать еще доллара. Потому что, обратите внимание, когда цена у нас подходила к этому линии поддержки, вот последние разы, это у нас было в июле 23-го года, кстати, обратите внимание на закономерность, в июле тогда она цена достигла и отскочила мощно. Потом 20, ну, в конце декабря 23-го года подходила, и уже начала расти. И вот сейчас цена прям четко до нее дошла и отскочил рынок. То есть, это говорит о том, что вот этот уровень поддержки, который мы нашли, восходящего тренда, и он тоже истинный, и игроки его тоже прочертили. Значит, нужно обязательно себе его построить на графиках, чтобы вы отслеживали его дальнейшее движение. Для падения цены доллара, конечно, нужно, чтобы цена у нас вышла из восходящего тренда, вот, на недельном графике, чтобы произошел пробой. Дополнительно по этому углу наклона я поставлю расширение, вот здесь, которое у нас было пробивное, ну, 25 декабря, это у нас не дата, когда это произошло, а это свеча у нас, когда закрылась на недельном графике. Вот, и соответствующий у нас вот этот пунктир зелененький будет помогать нам ориентироваться, как поддержка, то, что цена еще будет находиться между сплошным и пунктирным линией поддержки, цена может протестировать и отскочить. В этой ситуации что мы предусмотрим? Первое. Возвращаясь вот на 4-часовой, например, таймфрейм, я предусматриваю то, что в случае, если рынок у нас уже прорвет уровень 103.383 на 4-часовой таймфрейме, у нас появляется следующий торговый коридор. Но, я подчеркиваю, мы находимся на недельной поддержке. Вероятность то, что в какие-то моменты рынок у нас начнет хорошую коррекцию, очень высока здесь. Вот, причем коррекция у нас может быть, она куда даже больше, чем мы планируем, например. Мы это сейчас еще детально обсудим. То есть у нас даже на новой голове вот этот момент быть. То, что вот вариант на продажу, он будет рискованным. Медвежье направление остается у игроков. В любом случае, медведи здесь у нас в руле. Думаю, вы видели по обложке на YouTube. Вы видели, что медведь держит доллары, золото держит бык. Это ну и с отсылкой на уровень инфляции, как отреагировал. Вот. И, соответственно, еще после пробоя, я предусматриваю то, что рынок у нас пойдет уже дальше вниз, вот к этим отметкам. То есть ближайшая отметка это 102.830. И там будет находиться рядом уровень поддержки пунктирный, который мы нашли с вами вот только что на недельном графике. При его отскоке и дополнительном пробое учитываем отметку 102.47, то что рынок у нас это повторит. Почему это будет работать с высокой вероятностью? Смотрите. Когда рынок уже ранее это тестировал, у нас в феврале 2024 года, последний раз, когда цена у нас тоже сверху вниз падала, происходил пробой. Цена тестировала линию пунктирную, которую мы нашли. Рынок от него отскакивал. Этот уровень я немножко подогнал еще по другой причине. Смотрите, когда было у нас повторное падение в марте этого года, произошел пробой. Цена, смотрите, как четко прям 6 марта цена от него остановилась, немножко скорректировалась и потом уже пошла вниз. Вот. Я учитываю то, что цена у нас вот этот уровень использовала и думаю повторно его повторить. Даже вполне, даже еще ниже. 102.300. И 101.950 вполне будет уместный, потому что здесь уже рынок вот здесь находился, еще дополнительно останавливался. И вот здесь. Ну, это уже такие более рискованные условия. Но в этом случае, если у нас на недельном графике прорвется уже пунктирная линия поддержки, да, у нас, то это будет глобальная смена тренда и у нас тренд будет уже выглядеть следующим образом. Сейчас вот я немножко сделаю его по визуальней понятней. То есть, у нас вот такой вот будет медвежий тренд, очень мощный. То есть, и траектории движения, повторения вот так, вот так, вполне оно будет уже уместно к этому моменту смотреть. Мы видим, что цена у нас уже тестировала эту линию поддержки красную когда-то у нас в прошлом, а значит, ей повторить это будет крайне несложно. Вот. Почему у нас это формируется? У нас сейчас, ну, сейчас уже обсуждали еще в начале того года, у нас формируется вот этот треугольник. Мы его тестировали много раз уже, вот эти все движения на рост, на падение. И сейчас мы понимаем то, что у нас этот треугольник, который у нас сформирован, где-то в октябре-сентябре у нас будет соответствующий прорыв, так как у нас там будут выборы президента США. И здесь вот как раз, видите, кончик набираю вот так вот. Если, например, рынок, к примеру, вот так я приведу, так вот будет себя вести и так реагировать, то вот где-то вот конец сентября, начало октября как раз у нас рынок будет что-то вот здесь пытаться прорвать верхнюю границу, прорвать нижнюю границу, чтобы усилить давление на игроков и цена будет идти уже согласно трендам, которые мы видим. Так что пока вот если глобальный зарядный недельный график, у долларов все хорошо. Мы находимся в восходящем тренде, близко к уровню поддержки, очень низкая позиция для долгосрочных покупок, например, вот так вырастет 60% в пользу роста, 40% на падение, если прорвется. То есть это если на недельном графике, смотреть, но если уже приближая на дневные по графике там 4-х часовые, там уже мы видим у нас медвежье направление сейчас на ближайшее время, вот, и стоит учитывать то, что вот наш коридор мы нашли, который у нас прорвется, мы будем учитывать его условия. Далее, теперь давайте уберем, единственное, мы, кстати, учитывали то, что если у нас еще на том эфире пробьется 104.74, ну, 75, то мы ждали бы роста, этого у нас не произошло, это торговое условие, мы сейчас будем корректировать, подуберем, все равно нам уже не пригодится, но у торгового условия 104.985 до 105.400 у нас остается, то есть мы его предусмотрим, вот, и падение мы вот это предусмотрели после пробоя, то есть синего восходящего тренда, пунктирного, пунктирного. Как вот, например, я вам привел недельный график, какой-то, на более младшем это у нас подтвердилось. Вот, далее, теперь, следующее, что нам пригодится, у нас сейчас в нисходящем тренде сформирован нисходящий клин, вот так вот его формируем, так, так, сделаем его следующим образом, чтобы у нас он был хорошо виден, я такого даже продлю, учитывая то, что если мы дальше спускаться будем, ну, тут, кстати, есть два нисходящих клин, а сейчас мои ученики знают, внутри одного большого, то есть, вот у нас дополнительно есть еще вот такой клин, который мы, первый будет нам пригодиться для отслеживания движения рынка. Ну, давайте сделаем, например, оранжем, такой вот, вот, промахнулся, вот здесь учитываем то, что такой вот у нас он будет клин. Кто не знает, что такое у нас восходящий клин, коллеги, смотрите, у нас есть вот интересный такой паттерн фигурного анализа, когда рынок, если показывают, например, нисходящий клин, либо бычий клин его называют, то если у нас, когда прорывается треугольник, который смотрит вниз по его сопротивлению, это приоритет на рост цены в этой ситуации в рамках нисходящего тренда, то есть, коррекция после, в данном случае, после падения. Так, ага, не тот включил себя, так, так, и давайте вернемся на эфирвод. Так что, думаю, теперь картина более стала целостной. Быстрее, кстати, знаем комментарии. Александр Зетт, добрый вечер, коллеги. Добрый вечер, Александр. Спасибо, что вы с нами. Так, вот, далее. Мы уже, все равно, мое мнение, все-таки, то, что рынок будет корректироваться после такого падения. У нас хорошо сформировались уровни. Кстати, то падение, которое мы рассматривали, корридор, теперь можем убрать. Что нам сейчас условия будет интересовать наверх. Как историю, мы его запомним, когда цена применена сверху, выше бытно, хотя мы этот корридор снова применим, сами. Так, вот так. На ближайшее время, смотрите, у нас в случае, если у нас прорвется уровень поддержки, у нас тут даже, знаете, как вот, если говорить, так мы сейчас на 30 минут спустились, у нас тут клины, внутри еще клина, то есть у нас вот так закрылся рынок. То есть, треугольник сопротивления, вот у нас, первый оранжевый, второй оранжевый, и там зелененький. Вот, но, в принципе, можем учитывать следующее движение, хорошее, вот такой вот уровень, у нас максимум был показан, это 103, 702, в пятницу, перед закрытием рынка, значит, какое-то сопротивление мы нашли, которое не дало у нас дальше двигаться на рост. И в случае, если мы прорываем в понедельник, либо, ну, чуть-чуть позже, да, учитываем, если у нас пробьется уровень 103, 702, то в этом случае надо учитывать, то что рынок дальше у нас будет двигаться вверх, и также будет пробит линия сопротивления, оранжевая, так немножко, кстати, немножко подкорректируешь, вот я вижу, здесь тоже было движение, немножко угол наклона, вот так себе обязательно перерисуйте, и добавьте расширение, вот здесь, небольшое совсем, вот, и, значит, пунктир на оранжевый, если пробивается, пробивается у нас 103, 702, то учитываем рост, я думаю, стоит нам взять в истории момент, как себя целом ввела в прошлый раз, так, когда у нас, вот, цена вот тут падала, ну, тут мощные у нас движения были, вот видите, тут просто вверх пошло, такие точечные условия сложнее найти в этой ситуации, технических их вообще нет, можно сказать, так, а вот у нас, когда, так, сейчас, 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 а, мы сейчас знаете, как сделаем, вот он, 103, 705, 702, вот у нас хорошенечко работал, то есть, когда у нас вот повторилась вот эта картина, на которую мы предусмотрели, 103, 705 пробился, мы сейчас, как бы, наоборот подниматься будем, вот, и, если мы увидим, то, что у нас цена, здесь, смотрите, кстати, вот подсказка нам хорошая на часовике, видите, у нас был пробой, причем картина очень схожая, то есть, у нас, видите, рынок бух, мощно падал, всегда перепроявляете, что было в прошлом, и я все-таки за основу возьму вот этот именно пробой, потому что, ну, покупать и в тот момент так скорректироваться, ну, никто не захочет, а вот здесь уже более интересная картина, то есть, вот у нас, смотрите, прорыв, прорыв, вот цена она достигла каких-то ценовых уровней, вот он скорректировался, и потом дальше у нас так, ну, плавненько волной начал двигаться, значит, мы можем для себя сделать вот следующий, вот такой вот вариант, что вот у нас вот такой восходит пробой, 103, 3,768, да, это же 770 округлим, вот этот нам нужен будет пробой, чтобы быть уверенными, в том, что доллар у нас будет укрепляться, потому что, так втором коррекция, она сейчас, ну, с большей вероятностью будет, и плюс мы от линии поддержки недельного дошли, вот у нас 103, 0,40 ожидается рост, вот такой вот будет, и здесь у нас, если прорывается уже дополнительный у нас уровень, это то же самое, что мы находили на прошлом в субботе, также у нас вот, мы можем, как вот учитывать то, что мы можем зайти в рынок сразу же, например, держать позицию до конца, да, например, либо точечно коридорчики, раз заработали, закрыли, раз подтверждилось условие, снова вошли в рынок, в зависимости от вашего стиля торговли, то есть, играйте как вам нравится, я просто вижу по истории, как рынок реагировал, если вы готовы, например, ну, открыть сделку после пробоя и держать ее, например, вот сейчас мы перейдем к этому, если вы только вот готовы эмоционально вот таким коррекциям, например, тогда можно держать позицию на долгой сроке, вот, пробивается у нас 104-155, сейчас немножко тоже добавим здесь его, так, вот, 155, то видим то, что после этого рынок у нас остановился на уровне 104-365, но я бы немножко пониже сделал, потому что вот тут, видите, я такой точечной тенью показал, 104-350, вот округляем, то есть, это вот следующая цель, которая нас будет ждать, нас интересовать, и когда уже рынок его прорвет, то есть, мы вот тоже будем брать за основу вот этот вот максимум оранжевый коридорчик, то будем уже ждать роста, причем этот рост мы уже тестировали на прошлых эфирах, у нас все отлично отрабатывалось, так, вот здесь только, действительно, я сейчас попробую вернуться в настоящее время, так, у нас там дальше рост, все понятно, ага, ага, так, ну что ж, вот тогда смотрите, вот мы вот этот вариант, который мы нашли в истории, сейчас немножко еще получше сделали, так, здесь, и вот тут, то есть, вот первое условие у нас, полночасовики, пробой стоит ждать, движение вверх, кстати, вот тут, вот видите, вот тут у нас доджи такая была, она доходила до вот этого уровня, 103,987, то есть, если что, заранее предусмотрим, то, что здесь вполне может быть откат, и потом достижение линии, сопротивление, зелененькой, которую мы нашли на восходящем к линии, и ориентиры для нас будет, уровень, соответствующий, 104,040, да, а 104,985 предусмотрим, как уровень отката, то, что рынок здесь вполне может скорректироваться, у нас по садкам красненького, чтобы больше было понятно, на линии, если цена у нас не дойдет до цели, это будет относиться ко всем нашим сегодняшним условиям, то, например, не будет доходить до линии, до уровня, но рынок будет более плавный, такой, знаете, боковички пойдет, касается линии, если держим сделку, в данном случае, например, в покупке, то надо фиксировать прибыль будет, вот, вот я поставлю вот здесь, на пересечении, вот, так, 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 ну, если смотреть по стоплоусу, коллеги, обязательно это нужно за минимумом, он будет ставить вот здесь, который вот тут сформирован, и вот так вот цель, вот такой, сейчас поставлю пример, и такой вот вариант, далее, теперь смотрим, следующее, если у нас прорывается уровень сопротивления, очень важно, тут уже, наверное, постарше, на 4-х часовом, надо будет ждать этого подтверждения, так, сейчас быстренько здесь посмотрю, если, коллеги, у вас сложности, например, вы видите, много здесь условий, да, например, и вы впервые сейчас смотрите на эфир, обязательно рекомендую в целях самообразования, и понимание вообще, нашу логику, как мы понимаем, как рынок будет себя вести, посмотрите еще прошлый эфир в субботу, вот тогда прям, все пазлы у вас сойдутся, и потом, под моментами просматривайте, смотрите, как вот у нас, что произошло, что мы планировали, и вам это очень поможет потом, в понимании, что с долларом будет у нас на ближайшее время, ну, и даже в долгой сроке, вот, следующее наше уплание, как мы планируем, что пробивается на 4-х часах, у нас линия сопротивления, первый будет сигнал на рост цены, так что надо обязательно его подождать, и вот если уже на часовом, 104-155 пробьется, после пробоя линии сопротивления клина, нисходящего, то вот такой рост, мы как и нашли в прошлом, уже предусматривали, 104-350, мы его предвидим, далее, так как у нас цена выйдет из нисходящего клина, мы будем стремиться к линии сопротивления, то есть, думаю, логично, да, то что рынок попробует вот это повторить, как вот у нас он делал когда-то здесь, отскакивая от линии поддержки 19 июня, и доходил до сопротивления, которое подтверждалось у нас, вот, две точки хорошие есть, вот, а значит, пробой 104-37, у нас будет являться, следующим аргументом, то что рынок у нас готов будет дальше двигаться в сторону роста, к линии сопротивления красным, то есть, вот это основной интерес, то есть, если не дойдет до 104-700, то понимаем, то что на линии, если бы стоять, то надо фиксировать обязательно, прибыль будет в этой ситуации, если мы будем в покупках, то если, ну, динамика рынка хорошая, то, естественно, тейк 104-700 у нас очень хорошо должен отработаться, так, так, но обязательно тоже учитывайте спрессу, коллеги, у кого-то спрессу, но по условиям может быть большим, например, если интересно, чтобы спресс был у вас небольшим, что брокер планировал, у меня есть с одним брокером хорошие договоренности, где можно соответствующе обговорить с вами при открытии счета, так что обязательно можете мне написать, и я вам дам информацию, что, как можно получить выгодный спресс от брокера, вот так, 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 ну да, в принципе, вот этот рост, и давайте, ну, у нас, чтобы оранжево все у нас не переплеталось, давайте здесь еще сверху вот такой вот наш прошлый прогноз делаем тоже таким зелененьким, чтобы было легко, понятно с ним взаимодействовать, то есть, ну, и там, соответственно, как мы обговаривали с вами ранее на прошлых первых, пробивается это красное сопротивление, и уровень 104.985, то потенциальный рост 105.400 мы ждем, максимум, который вы видите, там уже они не учитываются, потому что у нас мы в тот момент, когда сделали прогнозы в июне, когда в конце июня делали прогноз, мы учитывали движение к сторону линии сопротивления синие, то есть у нас вот нисходящего тренда на недельном графике, тут уже цена у нас уж пала, и соответствующие условия нам это не пригодится, мы только возьмем максимум, которые у нас были, и будем учитывать 104.980, то есть это если недельно уже будет пробита поддержка, там переход в восходящий тренд, ну и по импульсу недельного графика цена будет идти, если что, вот такое 105.725, 105.980, ждуем целей, вот, а там уже, дальше рынок рос, там уже, ну, это глобально, кто, например, захочет один раз посмотреть, уровень не поставить, и ничего потом, ну, просто ждать, алерты, кстати, не забывайте, ставить, коллеги, если пробивать 106-165, то и растем дальше, там двигайся вверх, там уже с вами обсудим ближе к этому моменту, так, ну что же, в принципе, с вами детально все обсудили, по доллару, я как говорю, падение, только мощное, это должно быть хотя бы минимум на недельном, пробой, ну, хотя бы на 4-х часов, таймфрейм, чтобы 103-304, чтобы пробился на 4-х часах, и вполне уже стоит ждать отметки 102-470, 102-83, то, что мы увидели, как в прошлом себя оценивало, это тот пример, когда вот в этот пример мы два раза использовали, вот когда у нас в истории в 15 мая рынок падал, мы спрогнозировали к концу мая у нас рынок это подтвердил, и вот сейчас в очередной раз рынок этот коридор использовал, то есть, а мы использовали, вот напоминаю, вот этот прошлый, для подтверждения истории, так, ну что же, давайте теперь перейдем к золоту, если вопросов нету, так, Антон Шабалин, добрый вечер, добрый вечер, Антон, спасибо, что вы с нами, Ольга Эв, здравствуйте, здравствуйте, Ольга, приятно вас тоже видеть, так, ну что же, теперь я думаю, можно перейти к золоту, также мы на прошлую субботу тоже с ним о нем говорили, в течение недели обсуждали и в телеграм-канале, то есть, мы рассматривали падение у нас прям на выходе, когда у нас рынок открывался, там тоже все шикарно у нас отработалось на прошлой неделе, то есть, вот у нас в понедельник, открылся рынок, сейчас немножко, немножко истории, как говорится, то, что произошло, вот мы планировали, то, что у нас цена будет падать, после прорыва у нас, здесь у нас, если не ошибаюсь, уровень был, я уже все убрал, 2384 мы там по сетке Fibonacci спускались вниз и все уровни там вообще просто как шикарно у нас подтвердились и пробились, и упали к синенькой линии поддержки, теперь давайте немножко про синенькую поддержку пунктированную поговорим, чтобы зрители новые, кто к нам пришли, немножко сразу понимали, в чем говорит речь, кто пропустил прошлый эфир, я кстати здесь добавлю еще деталь, вот у нас хороший такой восходящий синий тренд, мы учитывали еще давненько, то, что у нас, когда рынок, где-то у нас еще в июне, предусматривали пробой уровня 2368, 69, вот у нас он стоит, мы ждали уровня 2390, 2386, то есть рынок в этой области будет корректироваться, рынок скорректировался, далее уже мы предусматривали, то, что после этой коррекции рынок у нас дойдет до 2417, мы видим, то, что цена у нас четко дошла до этого уровня, тела свечи закрылись, и видим, то, что под закрытой торговой сессии прям тело свечи прям не смогло дальше пойти вверх, об этом мы с вами поговорим позже, так что вот этот у нас хорошенький прогноз, который мы ждали долгое время, отлично у нас тоже здесь отрабатывался, и сейчас условия мы подкорректируем и поуберем то, что у нас здесь, вот минимум мы оставим, максимум мы оставим, так, здесь, здесь, далее мы, кстати, в телеграм-канале предусматривали пробой у нас линии сопротивления красной, коррекции, которую у нас тоже убираем, в котором мы находились, когда в субботу падали, и все у нас тоже прям шикарно, отрабатывалось к отметке 23.82, 23.86, то есть это наши коридоры были тоже отлично подтверждены, так, вот, уровень, который мы, то есть на току падение, 23.51, если пробьется, не пробьется, рынок подтвердил, истинный уровень, он нам пригодится теперь в будущем, я, после эфира, может быть, в понедельник, посмотрю скрытые уровни по формуле Fibonacci, я, соответственно, нашел скрытые уровни Fibonacci, которые помогают определять торговые коридоры, которые у нас отлично отрабатываются, мне нужно будет время, чтобы здесь, ну, все, все посмотреть, измерить, и, соответственно, вот тут посмотреть, тут коридор будет побольше нападения, не тот, который мы рассмотрели на прошлой неделе, он здесь будет повпечатлительнее, так что я в телеграм-канале опубликую, где-то, в понедельник, да, информацию по нижнему коридору, построив формулу Fibonacci. Так, ну что ж, теперь давайте по золоту поговорим, что здесь по золоту у нас есть, у нас в следующем, как мы планировали, то, что цена у нас будет 24.17 тестировать, это потому, что наши максимумы, которые у нас были в 19 апреля, 11 апреля, и которые у нас были когда-то 17 мая, рынок до них дошел, соответственно, делал коррекцию, даже у нас упал к пробивному уровню 23.93, подтвердив его силу, а цена у нас сейчас осталась, мы находимся вот между вот этой сейчас границей, то есть у нас первое, я думаю, будет, ну опять же, как откроется рынок, да, может сейчас что-нибудь произойти у нас даже завтра, и конечно, рынок отреагирует покупать золото моментально, и до каких моментов, что здесь ждать, смотрите, рынок, если все-таки будет хорошо у нас расти, после выходных, например, либо уже посреди недели, например, то стоит учитывать, то что у нас следующие цели, которые рынок будет попробовать дойти, это 24.30, ровно 24.31, почему до нее? Рынок, смотрите, доходил тенью, касался у нас очень мощно, и видно то, что он что-то тестировал у нас вот 21 мая, то что тоже как-то пытался его преодолеть, вот, а значит, игрокам будет интересно его протестировать, и посмотреть, смогут ли продавцы по такой высокой цене заявками перебить покупателей, а покупателям смогут ли они по низкой цене подтвердить свой максимум 24.50, в связи с этим, смотрите, я считаю то, что для реализации коридора, который мы с вами давненько еще нашли, то нам нужно, чтобы цена как минимум пробила на дневном, 24.17, вот так, так, и вот я вижу вот это движение у нас на ближайшее время, пробой лучше на дневном коллеге ждать, если же где-то пораньше, чтобы зайти в рынок, то в этой ситуации стоит рассмотреть тогда, ну, 4 часа, пораньше 4 часа, да, например, давайте вот так вот я сделаю, 24.24, с половиной, либо это часовик для опытных трейдеров, кто может быстро принять решение в случае, если рынок начнет разворачиваться и понимание, почему он разворачивается, вот, тогда часовик, там можно пораньше зайти, чем на дневном и по более выгодной цене в этой ситуации, да, я вот, вот, уровень оставлю, он нам пригодится, как отход сплошной, и я поставлю тут как 4 часа и часовой, да, например, давайте помечку тоже поставим, чтобы потом отслеживать, 4 и 1 час, так, все, поставили помечку, давайте еще и оранжевым, каким тоже пометим, вот, это, ну, ближайший рост, если при таких условиях будет выполняться, так, ну, если, естественно, у нас обновится хаи, у нас есть уже уровни торговые коридоры, которые мы ждем, я их уже, как раз по золотовому сечению ранее уже озвучивал, они остаются актуальными, если пробивать за 4.50, то ждем 24.88, там коррекцию предусматриваем, и потом цели 24.51, предусматриваем движение, а там же у нас есть недельная поддержка, вот такая, даже месячная, точнее, давайте покажу, вот он, месячный восходящий тренд, цена у нас когда-то подходила к этой линии, сопротивление от нее отскакивает, то есть, если рынок ее коснется до ценовых уровней, как мы говорили, то тут, конечно, надо будет фиксировать уже прибыль обязательно, потому что там риск уже намного будет выше у нас в этой ситуации, потому что рынок развернется. Возвращаешь на 4 часа, это у нас глобально, мы посмотрели картину, теперь все-таки, если мы перейдем даже на часовой, что нам стоит ждать на ближайшее время. Возможность коридора, давайте еще, есть один коридор, вполне себе, ну, опять же, если пробьется у нас, если хватит перекрыть спрей, в зависимости от формы закрытия тела свечи, то 24.18, 24.19 до вот этого максимума, а, не-не-не, не до максимума, кстати, а до, коллеги, 24.23, вот, тут вот эта тень меня смущает, где-то вот здесь, если что, зафиксируй прибыли. Вот этот коридорчик я не буду оставлять, то есть, это я вам сказал, как вы приходите присутствовать на моем эфире, запись просмотрели до данного момента, так что это вот от меня такой, как бы, бонус, вот, если что, краткосрочный такой вот коридор. Вот, теперь предусмотрим нам ближайшее время, то, что нас ждет. Я думаю, очень схожая картина у нас двойной вершины, единственное то, что у нас, она такая даже небольшая, но все равно видим то, что у нас такая форма появляется и может начать хорошо привлекать игроков. Безусловно, пробой уровня 23.93, даже сейчас он немножко пониже будет выглядеть, раньше у нас когда-то как максимум, используя сопротивление, то сейчас наоборот как поддержка. То есть 23.91 теперь у нас будет. На своем графике обязательно пересмотреть, коллеги, у каждого разный спред, разные условия брокерские, так что нужно подстраивать под... Вот вы видите картину, которая у нас формируется с вещами, вот у вас даже если они плюс-минус как-то отличаются, это часто бывает, стройте именно то, по той логике, как я вам сейчас рассказываю, беседую, чтобы у вас на вашем именно графике соответствовали все эти условия. Значит, 23.91 под этим минимумом и пробитие у нас синенькой линии поддержки, это у нас 4 часа должно произойти, минимум на часовом, минимум на часовом, коллеги. Потому что вот так вот уменьшаю график, уже тела свечей видны, но они уж такие поменьше становятся, так что минималка пробует у нас часовик, лучше всего 4 часа линию поддержки, чтобы пробили синюю, а 23.93 на часовике можно рассмотреть. При его пробое у нас смена тренда, то что мы и планировали ранее, обсуждали это, теперь до каких моментов рынок у нас будет падать, чтобы нам это узнать, я сейчас немножко посмотрю в истории, как рынок у нас работал с этим уровнем, так, 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 давайте ровненько сделаем, вот таким, и посмотрим, как рынок в прошлом с ним взаимодействовал, когда он обновлял максимум в этом году, что мы видим, так, сейчас посмотрим, первые у нас хаи этого года, в апрельский, вот цена, ну, тут видите, мощно рынок падал, пробивал, вот этот коридор, кстати, тестировал, вот до красненького линии у нас 23.35, что вот здесь вот так вот он прошелся, это я имею ввиду вот это движение, бах, видите, и тут мощно откорректировался, есть еще, здесь я вижу уровень, он пусть к нам сейчас немножко будет отличаться, вот этот когда-то он был с сильным сопротивлением, видите, максимум 9 апреля, и потом он становился зеркальным, он был как и поддержка, то есть такой сильный уровень, его 100% будем использовать, я его как откат предусмотрю, далее, когда вот цена у нас вот здесь видно, смотрите, вот падал от этого максимума, вот тут пробивало, вот что-то ее остановило, да, например, перед падением, и это еще одно условие, где мы предвидим отскок, вот я здесь такой вот оранженый его поставлю, он точный, ну, давайте так, что понятно было, не запутались, ну, и в принципе, да, потом мы видим, то, что после этого цена у нас, ну, так, так, вот тенью, смотрите, видите, остановка была, раз, рынок скорректировался, вот он пробой, вот он ретест, ретест, есть одна такая подсказка при формировании ценовых уровней, чтобы мы понимали, какой истинный, какой нет, тоже на ретесты, например, рынок прорвал, у вас не сверху вниз, ретест, смотрите, коснулся вот здесь, да, от уровня, то есть, вот это истинный уровень при пробое поддержки будет, либо отсколка, примеру, в этой ситуации, то есть, вот здесь, вот видите, пробивается, и рынок у нас дальше, вот тут падал, видите, тоже была коррекция, вот, так, что у нас следующий план будет вот таким образом на следующую неделю, так, это у нас, ага, вот у нас, давайте, тут, видите, логично у нас теперь цепочка будет, к примеру, цена у нас перейдет в фазу нисходящего тренда, то, что у нас видно, хаить, что-то на чем-то цена остановилась у игроков, вот так вот, если мы возьмем, можно сейчас попробую посмотреть веер Фибоначчи, подсказку нам дополнительную, например, возьмем от максимума до минимума, кстати, наверное, видно у нас пробой 75-го, но, мои ученики знают, что у нас есть еще скрытый уровень веера Фибоначчи, вот, возможно, цена у нас к нему подошла, от него сейчас так отскакивает, так что пока что, цена у нас истинная, еще от него не отскочила, так, ну, в принципе, неплохой отскок такой, прям 3 часа золота падало под конец трагогой сессии, но рассчитывать его как истинный я бы пока не стал, потому что я бы еще бы построил бы веер Фибоначчи по минимуму, вот этому, чтобы определить коррекционный коридор, ну, он, конечно, такой более широкий, что тут скрывать, вполне то, что он может как и поддержка использоваться коррекцией, так и наоборот, поддержка как импульса может у нас здесь быть, кто не знает про веер Фибоначчи, посмотрите в трансляциях урок, как определить завершение тренда, он, кстати, тоже есть в описании под видео, там прям, переходите на этот урок, и там, в описании под видео тоже можно тайм-код посмотреть, веер Фибоначчи, как можно определить формирование нового тренда с помощью него, шикарный инструмент, коллеги, кто не пользуется, сразу бегом, используйте себя на графике, это прям, очень полезно, вот, кстати, немножко сейчас попиводы, делаю мини-паузу, вдохну, болтаю, болтаю, коллеги, кто, соответственно, сейчас смотрит данные, запись эфира, кто сейчас на прямом эфире, ставьте большие пальцы вверх, пробивайте полностью этот ролик, чтобы его алгоритмы Ютуба увидели, и показали больше зрителям, чтобы помочь всем улучшить свои навыки, знания и возможности заработать, так что вам, кто ставит большие пальцы вверх, всегда под моим видео, вам большое спасибо, желаю вам как можно больше тейк-профита, обязательно, кто не подписан на канал, а появляется в рекомендациях, обязательно подпишитесь, чтобы видеть в сообществе уведомления, которые я присылаю на Ютубе, о каких-то событиях, о каких-то изменениях, как я написал в комментариях, то, что я загрузил ролик на Ютуб, обзор доллара перед уровень инфляции, чтобы всегда вы следили за всеми актуальными информациями, так что большое спасибо, продолжаем, вот, да, это у нас такой коридор восходящий, что с ним, я считаю, истинно, первое, смотрите, цена подходила, раз, два, да, у нас, то есть у нас здесь есть эта линия, но он может быть немножко поуже, вот так по теламсу черенок может закрыться, и заранее предусмотреть, в ближайшее время, в понедельник, к примеру, у нас отскок, вот тут что-то может треугольником пойти, пробой, понимание, вот здесь так треугольник может формировать, синенькое сопротивление, напоминаю, зелененькая поддержка, при пробое, здесь, мы, думаю, захотим здесь что-то поймать на продаже, и чтобы это использовать, мы возьмем, как рынок себя вот в прошлом, вот буквально недавно вел, после четверга, рынок у нас вот пробивал вот такой вот уровень, 24.10, вот 30 минут, сейчас я нахожусь, вот у нас, смотрите, видите, цена, тух-тух-тух-тух, вот пробой, видите, ретест какой произошел, тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук, бился по нему, и потом далее пошел вниз, то есть смотрите, остановочка была здесь, и вот здесь будут остановки у нас, теперь посмотрим, вот, я вижу то, что рынок у нас здесь вполне себе поведет себя следующим образом, то есть у нас вот тут, коридорчик, вот здесь предусмотрим коррекцию, и вот здесь, много коррекционных коридоров, но если вы хотите максимально точно понимать, что на рынке вообще происходит, я думаю, эта информация стоит своих свеч, вот, это я думаю, вот так вот, и мы увидим условия, но, чтобы это все хорошо реализовало, смотрите, у нас есть варианты, если мы будем находиться внутри восходящего коридора, который мы сейчас используем, то есть, я еще таким, знаете, черненьким сделал, черно-красным, да, пример, мне не нравится, я его сделаю вот таким вот пока, вот, я думаю, теперь это понятнее, если пробиваем мы 2410, давайте, кстати, я сделаю цвет, давайте, синюю, вот, синий такой цвет сделаем, и последнее движение предусматривает до синего вот этой тени, а, не, не, это же у нас, это пробой у нас будет точно, то есть, нам цель, если что, мы будем рассматривать пораньше, зафиксируем, прибыл вот здесь, а вот тут давайте сделаем красный, потому что понятно было, пух, падает рынок, а этот синенький внутри, как коррекции, будет только снижаться у нас, после роста хорошего, вот мы смотрим, у нас есть тут варианты, то, что если у нас рынок прорвет 2410, цена может дойти до линии поддержки синенькой, зелененькой пунктир, от нее отскочить, как это было у нас в прошлом, от ценового уровня, далее, попробуй дойти до поддержки, там рынок вполне отскочит, идет вверх, далее, если все-таки мы уже прорываем вот этот вот восходящий коридор, у нас увеличивается вероятность, то, что рынок у нас уже будет готов переходить дальше, в медвежье направление на 30-минутном графике, и продолжать падать у нас, то есть у нас уже как бы вот этот уровень сопротивления, будет таким основным, мы его используем, и, кстати, смотрите, как красиво он тоже ложится, у нас два, сколько внизу тоже есть, рынок тоже его используют, и по телам свечей закрывается, когда-то тоже подтверждение, если перед этим теневое какое-то есть, например, взаимодействие на рынке, вот, и здесь вот мы построим, то есть вот у нас вот такой он будет, так, и после пробоя, соответственно, вот здесь предусматриваем, 24,01, ретест вполне себе, ну, тут даже уровень сопротивления так вот поставлю, вот так вот, и потом продолжение падения, например, вот от этой цели, вот так вот, учитываем то, что 23,97, 91 цена у нас протестирует, давайте сделаем таким красным, потому что много синего, вот такой вот вариант я вижу на ближайшее время, на понедельник, вполне себе, рост мы посмотрели, потом мы на падение, вот, предусмотрели уже на более старшем графике, сейчас мы нашли уже и тренд такой нисходящий, пробой, предусматриваем отсколки тоже от поддержки, ну, и уже по тем, как в истории мы видели, цена себя вела, предусматриваем, что рынок себе повторит эту историю, с учетом того, что золото у нас такой прям, волатильный инструмент, вполне даже вот этот коридор, синий, давайте мы красным вообще сделаем, чтобы вообще было понятно, чтобы не сбиваться, потому что синий у нас восходящий тренд, например, и синий у нас нисходящий, не вполне корректно, если так подобрал, а вот так вот, я думаю, уже легче понимать всю идею, то есть, например, вот так, например, пересечение линии сопротивления, нисходящего тренда, и ценового уровня, вот, это, кстати, мы разбирали в линиях тренда, хороший урок вышел, но он в видео находится, тоже посмотрите, в описании под видео, вот эти пересечения, ключевые точки, как четко тоже отрабатываются, это вообще просто, информация, золото стоит, коррекция и движение, вот, например, вот предусматриваем, как себя цена поведет, там, как мы уже и обсуждили, это дальнейшее у нас снижение будет после пробоя 23.51, так уже, вот таком уже у нас тренде нисходящем, я немножко вот так вот его построю, то есть, вот такая цепочка у нас будет движения, чтобы еще увеличить точность нашего анализа, я предлагаю, вот так вот, например, вот это одно движение взять, здесь падает, бум, и еще добавить сетку FIBA, вот здесь, и также высевать сделать, чтобы понимать, где на дополнительных уровнях цена будет у нас отскакивать, да, чтобы помимо ценовых уровней у нас еще была сетка Fibonacci, она будет помогать, понимать, где будет золото у нас разворачиваться, так, ну все, по золоту, думаю, очень детально поговорили, коллеги, спасибо, что досмотрели до конца данный обзор, обязательно подписывайтесь на мои социальные сети, которые вы сейчас видите, чтобы получать полезную информацию, а также в своем телеграм-канале я предоставляю дополнительные точки входа в рынок еще в течение недели, желаю вам успешных торговых результатов, но самое главное, здоровья вам и вашим близким, до встречи, пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok